Это просфора, это особая булочка, в церкви используется для богослужений, из неё со специальной молитвой вынимают частицы, при этом просфора насыщается богодатью. А ещё ценность просфор в том, что их мало, вот таких больших, их всего пять, а маленьких гораздо больше, но меньше, чем число прихожан в храме. Ну, конечно, просфоры можно нарезать на кусочки маленькие и раздать всем, но это уже не православие, а коммунизм какой-то. Поэтому просфора от священника – это знак особого внимания к прихожанину. Добиться просфора от священника можно самыми разными способами. Но меня иногда угощают просфорками за мою религиозную экзальтацию. Я страстно целую иконы, кресты и церковные ценности, но просто мне это нравится, и всё. А другие услужат священнику донатом или доносом. Отсюда и выражение «продать подругу за просфору». Но меня подруги регулярно за просфоры продают, типа путём доносов на меня священникам, что я там в интернете что-то не то пишу и что-то не так делаю, или я там ещё где-то что-то натворила. В общем, находят что-нибудь. Ну, а мне пофиг на их доносы. А мне просфоры иногда дают как раз за то, что я смотрю на батюшку таким взглядом, как смотрит голодный котёночек. Ну, а теперь сравните, что про просфору рассказывает независимая православная блогерша «Я» и священник, зависимый от своего начальства. Кто честнее? Да.